Всем привет! Я отправляюсь в супермаркет Анвар. Будем сравнивать цены. Скорее всего, видео получится нудным, но очень полезным. Вообще, я не понимаю, как одевать сейчас ребенка, потому что на улице 18 градусов, 18, греет теплое солнышко, ну и в принципе становится довольно жарко. Также 18 градусов, если нет солнышка, становится очень холодно. И, соответственно, Ромку надо одевать теплее. Я не понимаю, вот я сейчас вышла, вот он. Он одет вот так. Жарко ему, холодно ли ему, ручки теплые, носик теплый, а щеки холодные. Да? Магазин находится довольно близко к нам, поэтому мы уже практически дошли. Вот он. Надела этой говнюшке шапочку с завязками, потому что он снимает абсолютно все. Начал стягивать. Рома? А что такой серьезный? А что такой серьезный? Сегодня суббота, середина дня. Не знаю, мне очень как-то, знаете, немножко трёмненько снимать рядом с людьми. Надеюсь, что там не будет людей хоть сегодня и суббота. Рядом с супермаркетом Анвар находится рынок Сауран. Я, кстати, не помню, сказала я или нет. В Сауран я тоже как-нибудь схожу, но мне надо набраться смелости, храбрости, чтобы, ну, там снимать. Там очень много людей. У Анвара есть удобный пандус, то есть с колясками зайти вообще проблем нет. Те, кто вдруг забыли карточку, здесь есть банкомат. Вы всегда спокойно можете снять. Кстати, тут еще и постамат находится. Вот он. Тыква? Это тыква? Ну что ж, давайте сначала. Вот помидорки, огурцы, кабачок. Вот такие цены. Снова подорожали бананы. 811. Они какие-то не очень зеленые еще совсем. Рома, тебе пока рано. Пока что рано. Совсем забыла сказать. В Анвар не принимают Каспи Кюар, поэтому надо с собой играть обязательно карту, либо же наличные. Я сегодня все это забыла, поэтому мы сегодня уйдем отсюда ни с чем. Арбуз. 148. По-моему, в Клевер на доставку, приложение Клевер, сейчас он стоит 99, если я не ошибаюсь. Все детские каши я всегда заказывала на Ватберс или на Озон. Вот, кстати, у нас вот такая только большая покупка из Тажена. Здесь она стоит аж 2,621. Офигеть. Такая интересная штука. Кто-нибудь пробовал? Блин, я бы хотела бы такую взять, попробовать. А вообще масло мы всегда берем только лишь по акции, поэтому у меня дома еще стоит бутылок 5. Яйца берем вот такой фирмы. Вот их цена. У меня каждое утро на завтрак есть яйца. Абсолютно каждое утро, поэтому мы тоже их всегда берем про запас. Обожаю сыр ламбер. Вот такой. Но он очень дорогой здесь, и поэтому мы его зачастую берем в Магнуме по акции. Ты тоже сыр любишь, да? Любишь сыр? Расскажи, какой ты сырок любишь. Покажи, какой сырок любишь. Это пакетики. Совсем недавно мы покупали кефир вот такой вот фирмы. Вот в такой мягкой упаковке, только без вкусов и без сахара. За 410. Сейчас он уже, если его найти, он стоит дороже 500. Кстати, по поводу молока раньше брали Петропавловское ультрапастеризонное. Сейчас берем только Родину. Оно нам очень понравилось. Довольно вкусное и свежее всегда. Ну и куда же, куда же без майонеза? Хоть я и делаю майонез сейчас сама дома, иногда все-таки приходится покупать его. Я нашла крупы. Рома, только ничего не свали. Давайте посмотрим. Обожаю цеснам. Вот прям моя любовь. Это 1,6906. Все остальные я, к сожалению, не пробовала. За стандартную упаковку цена 398. 400 грамм. Также мне очень понравились хлопья царь. Царь. А это в пакетиках, Рома. Мы в пакетиках не кушаем. Нет. Так, быстрого приготовления. Рис бурый. Хлопья рисовые. 715. 415. Вот я, Ромке, в основном беру такие вот быстрого приготовления и мелкого помола. Здесь очень дорогой рис. Очень дорогой рис. Где-то я прочитала, что это из-за того, что не хватает воды для его поливки. Возможно, из-за этого он довольно дорогой. Непонятно. Кстати, рис мы тоже заказываем на Галберисе. Также можно найти вот такой вариант. 5 килограмм гречка. В принципе, мне кажется, довольно неплохо. Моя страсть с детства. Чипсы. Твоя тоже? Что ты увидел? Что ты увидел? Рассказывай. Да? Правда? Давайте опять же по самым популярным маркам. Лейс. Это вот так. И сухарики. Вот так. Вот такие чипсы. Вот так. Замечательно. Кстати, ну-ка. Офигеть. А, кстати, я вот это такие не пробовала еще ни разу. Очень люблю чипсы. У меня аж прям слюни потекли. По чем же нынче мука? Ах, вот она по чем. Короче, пока я отвернулась, он где-то нашел муку. Вроде все пакеты закрыты, но тем не менее мука на руках осталась. Это цены за 5 и 10 килограмм. Хлебушек. Различные печенюхи. Ну и, конечно же, конфетки. Сейчас показываю цены для мамы Влада. Вот мишка стоит. Это скорее для моего папы школьные. Вот их цена. Это для моего брата. Когда он был совсем маленький, он просто их обожал. Ай, вообще вкусненько. Но это самые стандартные и, наверное, самые дорогие конфеты, которые здесь есть. По 5 с половиной тысяч. Кофер. Рома! Нельзя такое кушать! Нельзя! Кофе. Вот, смотрите, цена. Растворимый. 150 грамм. Ну, офигеть. 95 грамм. Вот. Вот еще такая есть. Ну, офигеть. Поэтому мы пьем только лишь кофе, который надо варить. Как это? Растворимый? Нет, молотый. Вот, молотый кофе. Также здесь есть кухонная утварь, кастрюльки различные, чайники, памперсы. Вот губки, которыми я пользуюсь. Мне очень нравится, что они довольно объемные и дольше держатся, не разваливаются. Такими салфетками я не пользуюсь. Мне не нравится. Они долго сушатся и потом заваниваются. Что-то интересное нашел? Что? Что-то выбираем? Что выбираем? Да, да. Что-то, 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 что-то. У всех разный выбор, но давайте посмотрим на гелик. Шампуни. Шаума. Доместос. Ну, я им не пользуюсь. Порошок тает. Вот давайте посмотрим. Три килограмма. Четыре двести. Ария. Четыреста девяносто три. Ариель. Три восемьсот восемьдесят восемьдесят восемьдесят. Вот брали вот такое петропавловское. Брали прям коробками по акции. Но сейчас оно жутко испортилось. Раз, когда мы его открывали, оно было сгустками чего-то. И, ну, знаете, очень противно его было пить. Оно прям мерзкое такое. Тем более, кажется, на нем я ребенку не стала варить. По колбасе абсолютно ничего сказать не могу, так как я сама ее не покупаю. Мы ее не едим. Вот, например, последний раз брали вот такую. Она была тысяча сто по акции. Сейчас тысяча семьсот шестьдесят три. Сникерс. Сникерс. Давайте найдем пару кремушков, которые здесь есть. С моей гоблинской озвучкой. Их обсмотрим. О, это. Я не знаю, какие здесь цены к ним подходят. Ниве. Обожаю Олдспайс, только лишь потому, что они круто пахнут. Ну и вроде как в работе они тоже себя хорошо зарекомендовать. Рексона. Тысяча восемьдесят восемь. Ледспиттик. Тысяча шестьсот четыре. Ниве. Тысяча семьсот девять. Ух-ух-ух. Вот таким я застирываю наше белье. Такое у меня попалось в ТикТоке. Я не знаю, но выглядит мощно. Ну и стоит тоже недешево. Гели для месье Афери 822. Рома, тебе скучно? Это явно не косметический магазин, так как вот это вот все, что здесь представлено. Больше нет ничего. Я самая. Такого кремушка я еще не видела. Выглядит симпатично. Симпатично. Я как сорока всегда все скупаю такое. Белая ручка. Шестьсот семьдесят девять. От Ниве. Анти... Анти... Райкин. Повер. Вот. Это протекшн. Вот такая цена у них. И-хи-хи-хи. Пасты. В среднем тысяча двести полторы. Тут даже есть лампочки, тройники, батарейки и все необходимое. А мы, наверное, идем домой, потому что ребенок уже знатно замучился. Крайне редко где встречаются, чтобы двери сами и по себе открывались и закрывались. Но здесь так есть. Мне это очень нравится. Так коляски надо подождать. Тем временем солнце стало греть еще сильнее, пока мы гуляли по Анвару. Самое начало видео я, конечно же, буду говорить тихо, потому что я стеснялась. Я боролась со своими страхами. Надеюсь, все-таки что-то получилось нормально. Очень странное чувство, когда ты только начинаешь записывать, ты боишься всего. Но стоит немножечко освоиться, как сразу же становится легче, лучше и спокойнее. Ну и вроде как даже начинаешь нормально все разговаривать и уже перестаешь стесняться. Знаете, прям не зря сходила. Чувствую, что что-то хорошее произошло. Прям на душе легче стало. Дороги высажены. Деревца все так красиво. Зелено. Ромашка смотрит за большой машиной. Вот это машина. Но мне очень нравится, что стараются следить за красотой города, за его зеленью. Это очень классно. Но местные жители говорят, что все-таки на правом берегу намного зеленее. Намного свободнее себя там чувствуешь. Потому что на левом одни многоэтажки. Причем не просто многоэтажки, а высотки. Ну и что мне как маме с коляской может немножко не нравится, это то, что нету адекватных нормальных спусков. Ну и подъемов. То есть вот на этот пандус я уже должна приподнимать коляску, потому что она не заезжает. Бум. Качество тротуаров и дорог, конечно, оно везде не очень. Но что поделать. О, белый голубь, какой красивый. Рома, смотри, голубь, смотри. Это птичка. Вот она еще одна птичка. Рома, птичка. Я надела сегодня кроссы, думала, что все-таки прохладно на улице. Ничего подобного. Я прям чувствую, как у меня шарятся ноги сейчас в этих кроссовках. У-ля-ля. Ну а в линейном парке все еще играются фонтанчики. Ромбик, ты спишь? Ты спишь? Не спи! Сейчас дома будем спать. Посмотрите, какой красивый вид. Вот здесь деревца. Экспо. Красивый домик такой аркой. Все так замечательно. И что самое главное, погода замечательная. Я побежала, я чуть не проворонила, зеленый сигнал светофора. Кто сходил в магазин и ничего не взял? Да, правильно, я лох, потому что я забыла деньги. Подозреваю, что это был не несчастный случай, а намек от моей мамы, чтобы я чаще ходила. Ходила, гуляла. Тантики такие милашки. Жду уже, когда Ромка будет бегать, и мы с ним будем там прыгать под ними. И, кстати, цены, что будут взяты в рублях из приложения Перекресток, потому что у меня нету доступа вообще, в принципе, к российским магазинам, кроме как онлайн-магазины. Поэтому для сравнения будут помечены цены из Перекрестка. Пока я доезжаю до дома, у меня произошел казус. Малышочек маленький. Надо звонить папе, чтобы нас встречал, чтобы я не напугала Романа. Ну, а сейчас мы уже пришли домой. Роман, как вы видели, уснул в своей коляске, пока я поднимала эту панусу к подъезду. Я сижу, ем виноградик, смотрю фильм, и сейчас начинаю монтировать это видео. Всем спасибо, всем пока.